Сарган. Чайка как кричит. Максим, капитан вашей розовой маечки, проходите, присаживайтесь к нему. Спасибо. Мы втроем только на кораблике плывем. Тут оказывается, что у нас не двое. Девушка тут ходит. Возьмите на меня. Максим, на меня. Мы идем в экскурсию по Маклаве. Выйдем в море. Вы мне скажете, когда будем возвращаться уже. Прошлая группа выглядела. Прошлая группа выглядела. Очень. Так что вам повезло. Такое бывает только осенью, в конце лета. Увидимся в одной особенности Балаклавской бухте. Да, сразу о ней расскажу. То есть, какой бы ни был море шторм, силы и направления, здесь всегда такая спокойная вода. Чем и пользуются наши продавцы билетов. Приходят люди. О, спокойная вода. Отлично. Поехали. Давайте, нам на 5 часов. Вот, а в море. Жду вас. Поехали. Сама Балаклава это очень старое поселение. Ей на Ритужской патуре и Керчью. Это один из старейших рогов Крыма. Использовалось две стольных веществ. Конечно, благодаря этой зимой, этой Балаклавской бухте. В которой было всегда очень много рыбы. И, конечно же, это без внимания не осталось. Здесь был рыбанский поселок. Савры его туда сдавали. И очень долго Балаклава был рыбанским поселком. До начала 20-го столетия. По тому же справа мы проходим в советское время. Да, тут была база стоянки Черномовского фонда. Были подробные лески. Балаклава была секретным городом. Закрыта. Даже Севастоперство сюда попасть. Не могли хозяина пригорода. На карте Крыпа тоже ее не было. То есть военный город секретный. С развала Советского Союза отсюда билет выводили. На их место занимали такие вот красавицы. Яхты. И в Крыму... В Балаклавии 1 в Крыму организовали здесь яхтную стоянку, яхтную марину. На данный момент она самая дорогая, самая востребованная здесь. Ну, потому что, да, я вам уже рассказал, что тут никогда не бывает шторма. А это очень ценят владельцы таких дорогих яхт. Чтобы их яхточки стояли и не стукались друг от друга при каждой волне. Яхт называется «Долотой символ». Здесь была яхта Макаревича стояла, яхта Ющенко, ну и очень многих еще людей, которых даже имен и фамилии мы не знали. Вот это чай-то моя. Никто на кого стал говорить. Тоже неизвестный чай, в интернете копался я и у всех мы тут спрашиваем. Мне известно. Ну, это самая здесь, самая дорогая. Ну, не дорогая, это вот 10 миллионов долларов стоит всего лишь. В этом яхтубе самая дорогая. Ну, а так она, вот, из-за вот Черноморского флота, будет это все сноситься. Строить это будет еще гостиницы, отели, дома, магазины. Вот тут справа уже все снесли, тут было Рудоуправление, тут будет строить железнодорожный вокзал. И зачем же Белоклава была такая закрытая? Нет, просто тут стоянки. Отходы. Это будет не мотива, конечно. По секретности, строили еще в Белоклаве. А вот этот секретный объект. Флоты Холодной войны его строили, в 1937 году его построили. Это Тудель. Здесь мы видели, вот здесь под этой лодкой заходили. Глубина тут небольшая, около 10-10 метров. Пойдем подводные лодки заходили в наградное положение. Этот бантон отодвигался. То есть это был туннель для укрепления поградных лодок на случай начала ядерной войны. Тут был дом для стоявки поградных лодок. Вокруг туннеля помещение 30 тысяч квадратных метров. Был и склад ядерного вооружения. То есть было в этом объекте все, чтобы автономно существовать на протяжении двух месяцев с персоналом 3000 человек. Конечно, что там были и поградные лодки. То есть задумка была такая. Происходит ядерный удар. Там сохраняются поградные лодки. То есть есть фронт, конечно же, битый, который оказался на протяжении. Как там помещалось по проекту. Два месяца, да. Они там прячутся в промыси герметичных. Например, с аэрокистацией, и не разрыгнуты вниз народа, и газа, и всего прочего. Два месяца. Конечно, алипота все будет утихнет. Длительность, когда врага уже совсем снизилась. Уже они не ждут ответа никакого. Подобные лодки выходят. Незаметно поградные. Но, к сожалению, очень пышный объект пришел в негодность. Уже к моменту постройки гонка вооружения обогноватая по строительству этого объекта. Лодки, для которых он проектировался, уже с вооружения снимались. Были уже не актуальны. Их место занимали более мощные, естественно, более большие лодки, которые уже тут не помещались просто. В то время использовался как хранилище ядерных боезапасов. Зачищенный дом для ремонта подробных лодок. С развалом Советского Союза отсюда все. Вывезли цепно из 2003 года. Здесь пусть пользуются огромной популярностью. Стоят следующие очереди. По сути, вот так он выглядит изнутри, как на этом бигборде. Дуннель и Дутро. Только вместо рельса вода строили метростроители. Несколько вагн, несколько смен. То есть ни одна смена не знала, что они строят, как будет выглядеть окончательно этот объект. Стоят около 50 дач. И вот справа мы проходим одна из таких дач. Это дача инженера Заванского. Так раньше жили инженеры. Называлась это Вата Маргана. Была очень красивая. Были капалашки или сверху. Но это здесь не срезали в годы советской власти, чтобы не привлекать внимание к военному поводу такому секретному. Памятник архитектуры, памятник истории. Памятник истории. Это понятно. Укроп, аккуратно, стеклянное здание, это тоже памятник. Самый тут дорогой у нас памятник. Но ни архитектуры, ни истории, памятник человеческой жертвы. Атель, который ни разу не работал. Непростоянный. История здания в положительной этажности. Вложила бы по проекту 3 этажа. Построили 8. Рундамент не выдержал треснув. К моменту его постройки здание в аварийном состоянии. В эксплуатацию так и не сдали его. И в работу оно так и не было запущено. Вот наша плавающая заправка. Прогу за плавающей заправкой. Что еще надо построить? Обязательно лина, конечно, и замер. Так, это коррект. Российская, знаете, любили выйти к ранее в кино. Построили тут немец. Отношитель лина, конечно, замер. В точки хранили уже место. Первый ряд одевается к Сарскому штангу. Балаклавский родильный дом. Маленький уютник. Тогда хватало его на население. 2000 человек. Ну и сосед, но очень приятный. Особенно для будущих отцов. Слева на горе безерная карточка Балаклавы. Это настоящая крепость. Средневековая крепость. Покровина в середине 14-го века. Построили ее к огнестрату Сарьям. Направились сюда, куда до Крыма. Построили тут пять таких крепостей. Называли тогда они себя генуэсами. Были представителями Генуэзской республики. В этой веке жили хорошо горожальные солдаты. Казахстан Казахстан Крутится Крутится Шарик Весна это красивый вельдогода И сырой В плане моря За памятник ветерок подросников Отставки дачи Графа Апрактина Кто смотрел фильм Гардемарины вперед Встреча и часть Сам это мобильня звучит У него там было своё войско Он там был полководцем. Вот тут уже была дача. Большой турбик пошел. Вот так оно выглядело. Возьмите. Кому интересно, постойте там уже положить. Вот такое здание было. Вот знаете, фотографии сохранились. Попало в две группы во время Великой Отечественной войны. Уже даже тут качать начинается. Отлично. Скачка хорошая. Скачка не справляется. Скачка просто прекрасная. Нет, это рыбацкие. Все эти рыболовые. Ну, сейчас спитапы. Проходите. Можно, можно. Это рыболовые. Сейчас пока сзади проходим. Это выход из объекта. Готовится совсем 25. Родки, топлетные. Война, холодная. Вот, да. Тут уже глубина 30 метров. Они здесь под водой. Уживление сюда, то есть незамеченными. Заходили. Так, представим мы ему, да? 30 метров хват, наверное. Будет такое развлечение. Уживление. Не надо. Это, конечно, не нужно. Уживление. Война, война, война. Паруны разрушены. Уживление. Сажигания не стоит. Вооружение. Уживление. 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 30 метров. Здоровая. М Используются вверх. Война, в боевых градусов ждустей. Средний Promise. Продолжение следует... 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 А кто выходит, готовимся через нос. Прибыли. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!